Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите канал Мы Живем в Латвии. Сегодня у нас уже 3 июня, понедельник 2024 года. Новая рабочая неделя началась. Рабочая, друзья, подчеркиваем, давайте вместе подчеркнем, рабочая. Что же у нас происходит с работой? Да, друзья, здесь в Латвии, кто работает, вы же рабочие подчеркнули, женщины вернулись к станку. Эхо ковида в Латвии растет безработица. Разбираемся поподробнее. Эксперты отмечают, что в стране на рынке труда появилась одна интересная тенденция. Что за тенденция какая-то? О, интересная тенденция. В первом квартале этого года уровень безработицы в Латвии составил 7,2% от числа экономически активного населения. Что на 0,8% больше, чем за тот же период 2023 года. И на 0,4% больше, чем в предыдущем квартале. По данным Центрального статистического управления, в первом квартале 2024 года в Латвии было 68 700 безработных возрасте от 15 до 74 лет. Что на 8 900 человек больше. Почти на 9, чем годом ранее. И на 4,5 тысячи больше, чем в предыдущем квартале. Почему же в Латвии растет безработница? Господи, друзья, давайте. За ваше здоровье. Почему в Латвии растет безработница? Андрей Мигунов, экономист. Конечно же, надо называть. Кто это будет говорить, друзья? Да, экономист. Безработица стала больше, но этот рост обусловлен сезонными факторами и негативным влиянием макроэкономической среды в 2023 году. Несмотря на то, что в первом квартале 2024 года уровень безработицы вырос, в начале года на латвийском рынке труда наблюдается стабилизация по другим показателям. В отличие от предыдущего квартала, количество как занятых, так и безработных увеличилось за счет ранее неактивного населения. Ранее, понимаете? Неактивного населения. Тех, кто решил вернуться на рынок труда и искать работу. Хотя на данный момент экономика обладает внутренними трудовыми ресурсами, которые насыщают рынок труда, из-за возрастной структуры и старения населения со временем будет сложнее увеличить экономически активное население. Так и хочется добавить вот это вот новшество. Вы знали про это, друзья? Четвертый десяток лет. Далее, что он нам тут заявляет? Предприниматели стали осторожнее и пока не так активно ищут новых сотрудников. В настоящее время меньшее число предпринимателей рассматривают нехватку рабочей силы в качестве ограничивающего фактора, что может свидетельствовать о том, что предприниматели пытаются использовать потенциал имеющейся рабочей силы в полной мере. Малыми силами поднатужимся удвоем, поднапрем утроем и так далее. Кроме того, ну, вы поняли, друзья, да? Кроме того, некоторые компании могут ждать официальной информации о том, будет ли повышена минимальная зарплата, заработная плата. В следующем году, в 2025-м, мы живем в 2024-м уже, и вы смотрите канал, мы живем в Латвии, и немножко остановлюсь я. Вот один из факторов, друзья, потому что отсюда все рвут когти. Да. Понимаете, что я говорю? Я своим языком простым, доходчиво. Вот одна из самых причин тоже. Они остановились, а им тогда лампочки, что там, чего там. Они малыми силами, да, но будут завышать план и будут требовать, требовать, требовать. Знаю прекрасно, друзья, я прошел огни и воды. Всем большущий привет, кто меня помнит, знает. Они просто плюют и уходят оттуда. И уезжают за границу. Работать. Где относятся к человеку достойно, с уважением. А не как у нас. Но я все предприятия, не могу за всех отвечать. Я отвечаю за те предприятия, на которых я работал. Это издевательство над людьми. Что может оказать существенное влияние на расходы, на персонал, которые уже значительно выросли в предыдущем году? Следующий экономист. Дайнис Гашпутис. Вот что он заявляет. Экономическая активность во многих секторах по-прежнему находится в рецессии. Без особого оптимизма в отношении быстрых позитивных изменений. Растущие расходы и осторожные прогнозы подтолкнули к оптимизации численности персонала во многих областях. Однако большие потрясения рынок труда не ждут. Однако. Не ждут. Да. Можно ляпнуть, знаете что? В лужу булькнуть. А паровоз идет дальше. Какой паровоз вы знаете? Я бы сейчас тут как бы завелся бы, друзья. Ну, послушайте внимательно. Вот этих вот экспертов, экономистов. Двигатели экономики постепенно разогреваются. Чем? Ой, так и хочется. И начинается сезонная работа, которая стабилизирует рынок труда. Где сезонная работа? Клубнику собирать школьникам. По мере разогрева строительства строительства во второй половине года уровень безработицы может начать снижаться. Может. А может и не начать. Спрос на работников из секторов внутреннего потребления также увеличится в то время, как экспортно ориентированные отрасли могут сохранить выжидательную позицию. Ну, и где ваш разогрев? А другие выжидают. Рост безработицы в начале года увеличился еще и потому, что по сравнению с предыдущим кварталом число экономически огня неактивного населения увеличилось на 3100 человек. Друзья, недавно вел передачу буквально в прошлом году и даже в начале года как безработица у нас уменьшилась самая малочисленная по всей Евросоюзе. Ну, физдеть, не мешки таскать. Ну, ясно, да. И это хорошая новость. Угу. Что физдеть, не мешки таскать. Дальше продолжаем. Да я сам с собой разговариваю, друзья. Вы прислушивайтесь иногда. Прислушивайтесь. Да, умные вещи. Ой, что вы, что вы, да. Я вам тут выкладываю. Накладываю. Возможно, сигналы оживления экономики оживления. А что, она мертвая была? Да ты чё? А вы чё? Сигналы оживления экономики вызвали интерес к возвращению или выходу на рынок туда. Значит, пациент что был? Скорее всего, а? Что с пациентом то было? Мертв? А чё толку то уже не поможешь ему? Хоть что там ему? Хоть какие капельницы или хоть что делать? Ну, ладно. Ну, а что-то надо делать. Да, как я вчера говорил этим. Надо же ведь думать нашим шишкотрепам. Оказывается, надо думать. Иди ишь твою мать. Несмотря на то, что это увеличивает количество ищущих работу, большая часть возможностей позволит найти и увеличит количество работников. Вы поняли? Привлечение экономически неактивных людей на рынок труда является первостепенной задачей, поскольку иммиграционные возможности для заполнения вакансий были и будут ограничены. Ну, вот видите. Знаете, что такое? Одной рукой дают, другой отнимают. Знаете, так и все, крути. Еще экономистка такая, смотрите. Лива Зоргенфрея. Экономист. Вот что она заявляет. А может это он? А может ты? А может я? Лива Зоргенфрея. Она или это или оно? Ну, пишите. Экономист. Я сказал экономистка. Не знаю. Так. Откуда тогда такой рост числа безработных? Заявляет она. В начале года резко сократилось число экономически неактивного и выросло экономически активного населения. Это тоже хорошая новость. Интерес к участию в рынке труда стал выше. к сожалению продолжает она. На рынке труда нет места для всех. Понимаете? Нет места для всех. Ну и тем, кому нет места, они уезжают отсюда. Поэтому даже есть кому место, они все равно уезжают отсюда. Поэтому мы наблюдаем рост безработицы. так недавно же трепались ухи. Если посмотреть на то, что происходит, то видно, что численность экономически неактивного населения сократилась по сравнению с прошлым годом из-за достаточно резкого снижения доли населения. Да ладно. Так и хочется добавить. Вы сами же создали такую среду, такую обстановку уже четвертый десяток лет, особенно последние два года. Последние отсюда сваливают работоспособное население, которое экономически неактивно в силу личных или семейных обстоятельств. Эта группа быстро росла во время ковида, вот этого коронабесия, когда многие были вынуждены начинается или решили остаться дома, чтобы заботиться о детях или других близких. А некоторые почему про других забываете, которых вы выгнали? Причем насильно выгнали, вышунули просто. И таких сотни, тысячи, десятки тысяч, которых просто выдавили, которые не захотели принимать эту заразу под кожу. Однако уже около года эти люди в основном женщины мигрируют обратно на активный рынок труда. Поэтому неудивительно, что именно женщины еще больше увеличили число безработных. Речь идет про Латвию. Мы же в Латвии канал смотрите. Большое спасибо вам. Несмотря на то, что ситуация на рынке труда ухудшилась, ухудшилась, подчеркиваю. Запомнили? Ухудшилась. Скоро я вам буду говорить другие новости. Потерпите немножко. Это очень нехорошие новости. Хотел сказать хорошие. Хочется хорошие. Нет. Еще хуже. В целом латвийский рынок труда, как и рынки труда во всем мире, хорошо переживает эти трудные времена в экономике. Вы этому верите? Ладно. Я обязан просто именно то, что они сказали вам донести, друзья. А потом немножко поговорим. Возможно. А что говорить, тут все ясно, правильно? Ничего тут не ясно. Наливай да пей. Экономика, а следовательно и бизнес живут нелегко. Нелегко. Видите, как вежливо. Нелегко живут. Да все плохо. Жопа всему, с кем не встретишься. Я прямо сказал, друзья, как говорят люди. И отсутствие спроса является серьезной проблемой во многих секторах. однако работодатели стараются не отпускать сотрудников, потому что нехватка рабочей силы, хотя в настоящее время и отступает с верхних позиций списка проблем, будет проблемой и в будущем. Вот, друзья, ну, Господи. Вот, еле дочитал, друзья, вот эта проблема будет и в будущем, только развиваться. понимаете? Проблема. Тут они могут вам приукрасить что вы, что вы. Знали мы, знаем мы, друзья, я непосредственно работал на многих предприятиях, всегда, только на, начиная с больших заводов, а громадных просто. Я работала по, да, работала пять с половиной тысяч последние, да, 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 ну, совсем вместе, а непосредственно работяг было четыре с половиной тысяч. Покажите мне хоть одно предприятие, где работает две с половиной тысячи, две тысячи у нас здесь в Латвии, да, да, наших местных предпринимателей, да, местных хозяев нашей свободной демократической Латвии. свобода это всего, это всех, демократия повсюду, свобода слова и так далее, все кругом, все соблюдается, все шикарно, шито, крыто, я так и хочу нам отбериться. Ну как? Как вам эти новости, друзья? Я прямо говорю, что тут меня приукрашать, другие там, да ой, да когда ты там чего, ты там быстрей, да быстрей, читай новости быстрей, ну читай, господи, сам, или сама читай. Давно не говорил этого, Нет, это мое кино, правильно, друзья? И всем большущий привет за понимание, за дружбу, за мир между народами, друзья. Главное, за здоровье, долгих лет жизни вам, здоровечка вам. Повторяю, друзья, так и на заголовке, в заголовке было ясно все, я в заголовок поставлю этот, друзья, смех смехом, но я не могу. Жизнь такая, друзья. Женщины вернулись к станку. Как так? Женщины к станку. А где ж мужчины? Эхо ковида. В Латвии растет безработица. Ну и далее, Интересные тенденции назвали некоторые люди. Правильно? Еще раз всем пожелаю здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. Оставьте лайк под видео, подпишитесь на наш канал, поделитесь в социальных сетях просто так с друзьями. Да, друзья? Ну напишите комментарий, что вы думаете по поводу безработицы. И вообще, вы согласны с тем, что я вам сейчас преподнес от имени вот этих вот экономистов? Кто они тут? Господи, мамородная. Экономист один, экономист второй, экономист или экономистка третий. Ну, знаете, я люблю пошутить, друзья. Вот три нам экономиста так называемый в кавычках прогноз. Сколько при украшении, друзья, сколько при увеличении, сколько они приуменьшают, во всем, во всем иностранных. Даже у иностранных дела идут неважно. Это мягко сказано. Очень мягко сказано. Все кругом. А почему? Не буду вслух говорить. Вы знаете. Да, друзья, и главное, этих проблем море. Целое море. Я вас в прошлом году, позапрошлом году подготавливал. А в этом году уже даже не знаю, как вас подготавливать. Не пугаю. Нет, не пугаю. Да, я не работаю. Может быть, кто-то там из молодых. Да по мне же не скажешь, что мне 28 или там 48 лет. Правильно, Давно уже не работаю. А что делать? Годы летят. И вы такими же станете. Я так молодым обращаюсь. Кому сейчас еще до 55 лет. Даже пускай до 50 лет. К сожалению, они печалькой попакивают только здесь. И все. Это мягко, я говорю, друзья, мягко. Не хочу расстраивать сразу, чтобы вам здоровье не портить. А что ж вы, Сережа, тогда преподносите? А как же, друзья? Вы же не будете знать, чему готовиться. А так хоть более-менее будете подготовлены. Я не зря напомнил, какое отношение про отношение к рабочим здесь у нас. Особенно у местных конечков этих самых кавычках из грязи в князи, которые уже четвертый десяток лет. Ладно, там первый десяток как окурки в лужи там плавали. Понятно, не разбериха была. Пилили, все сдавали и сколько раз уже повторяю. На металл было что сдавать. А это было сотни тысяч, миллионы тонн. Латвия занимала одно из первых первое место в мире по добыче цветных металлов. По добыче вы не ослышались. Оказывается, это все приписали, как будто у нас здесь полезные скопаемые. А как? Отсюда же уходил металл, цветной металл сдавали, туда продавали. А как приписали его, что у нас цветных металлов здесь даже больше, чем у восточного соседа. Больше, чем в России и в других странах. Наверное, на месте взятых так валом же цветной металл, медь, латунь и так далее. Другие драгоценные металлы все сдавали. Заводов было много. Я бы к этому клонял. Да, да, да. По добыче, да, по добыче и по сдаче, да, металлолома цветного и черного. Все кругом, друзья, все посрезали, все повырезали. Ничего не надо. Вот пожинаем плоды. А нет бы вот так оставить, сохранить и воспользоваться этим. Законсервируйте вы сначала эти хотя бы. Нет. У нас же сильно много умных прибежало с деревень, с хуторов. Умных. Ну, вы поняли, о ком речь идет. Ну, откуда же еще, скажите мне, сельской местности? Полу закончили, побежали. Депутаты, еды и так далее. Что они там позаканчивали? Они заканчивали советское все. Ну, те уже все. Это кто заканчивал советское, они уже все. Ну, им лет уже сколько, сколько на свете их нет уже. На этом свете. А сейчас этот молодняк портками трясет. Что? Что они умеют? Ничего не умеют. Нет. Ничего нет. Европа сказала. Я не хотел заканчивать. Уже давно предупреждал. Я тоже предупреждал. Но в этом вам в новостях никогда ничего не скажут. Сейчас уже начали поговаривать, да? Но только не в открытых новостях, а именно вот в этих. В лутвийских новостях, повторяюсь. Зарабатывайте деньги сами. А нашим шишкотрепам сказали. Ждите, скоро будут новости еще другие. Это они успокаивают, что не будем поднимать, повышать пенсионные. Да, это все звенья одной цепи. Да, правильно мне писали комментарии. Сергей, мы не надеемся на эти пенсии. Не рассчитываем на эти пенсии. Ну, это вам хорошо. Вы, да, вы заполнили эту нишу. Это хорошо, если вы здесь заполнили эту нишу. И вы обеспечили себя и своих детей и так далее. Ну, а остальным-то куда? Это в Латвии, я имею в виду, в Латвии. Остальные-то пришлось куда уехать? А из-за чего? Из-за наших шишкотрепов. Все, друзья. Спасибо большое за поддержку нашего канала. До свидания. До следующих видео. Спасибо. До свидания.